Мы продолжаем наш урок с самого начала, страница 77-я, мы в 9 главе, уже четвертый урок на 9 главе и будем сразу продолжать чтение, продолжать чтение на основе того, что учили прошлого урока, очень много мы говорили, объяснили, мы будем продолжать сегодня дальше, просто читать. Дагайну, теперь мы будем следовать, сейчас мы будем смотреть разных места фронта, которые на них встречаются животные душа и божественные душа и борются. Дагайну. Тлас, моихин, шабамоях, ию, мемулоим, михабад, шабанефэ, шабанэкис. Первая позиция. Три частей нашей разума, хохму вина и даас, будет наполненной только мудрости, принадлежавшей божественная душа. Это первая позиция. То есть, первая борьба, божественная душа занимает свою основную позицию, где она начинает с нами общаться. Первый разум. Любое, любое понимание, восприятие, соединение нашего разума с нашим мостной мозгом, животная душа требует, что это будет чисто, и ее. Другого не появится. Он объясняет, как это. Что это именно за хохму, бина и даас, которая принадлежит только божественная душа? Хохма сашем. Проявление хохму в понимании великую Богом, хохму вина и ее восприятие через бина, то есть, лизбойным бигдулосой, когда человек понимает, обрабатывает информацию о великую Всевышнему, а что это один хекер вен соев, который у него нет ни начала, ни конец, и не до конца мы можем ее достичь. Это первая позиция. Первая позиция – это разума. Что разум будет трудиться не как купить машину, не как кушать, не как приобрести одежду покрасивее, а будут думать только хасидот. Это первая позиция. Вторая позиция – Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Есть проблема Пути решения это отдельный вопрос Это уже политический вопрос А в разумный предел я понимаю серьезность этого проблемы И теперь мозг принимает решение Этому надо быть осторожным Это не чувство, которое выражается в ускорении сердцебиения Это сердце Это уже эмоция Это просто решение, твердое решение И наше разума Которое говорит нам Это опасно Это опасно Первый, который Понимание У Всевышнему Про Всевышнему Про Бога Про Божественность Рождает первый страх Перед Всевышнему понять Что я не хочу отделиться от Всевышнему Я не хочу, чтобы Всевышний будет расширован по мне Я не хочу от него отрекаться Поэтому я боюсь Боюсь делать ошибки И кроме того И это переводится уже к боязни Не опасение И первое это опасение Это в разуме Опасение А потом переводится это к боязни Боязнь это уже эмоция То есть это ускорение сердцебиения Сжимание сердца Я боюсь А что? Вы правы Вот только мы не то праздник Это вспоминаем Вы правы Но есть действительно В Тальмуд Рассказано В Тальмуд Рассказано Что Рабь Йоханан Который был последний Из Танаим Проживший Блокады Вокруг Иерусалим Перед разрушением храма Смог Смог сбежать Из-за крепости Иерусалим Поговорит полководец Который отвечал За блокаду И когда они встречали Там шли переговоры Как сдавать Иерусалим По приемлемой Цене Цена А по итогу К этому добавляется Что когда Рабь Йоханан Встречал этого Полководец Он Приветствовал его Здравствуй В честь Как будто бы Он император И этого Полководец Говорил ему Что ты Из-за этого Должен быть Переговорен Смерть Ты же Назовал меня Императора Императора Другой Он говорит Нет Иерусалим Не может Пасть Ни в руках Императора И когда Они еще Беседовали И подошли К нему Вести Что Император Умер И он был Избран Как император И когда Он хотел Одеть Туфли Он не мог И Рабь Йохан Увидел Это И говорили Ему Это Не переживайте Это Потому что Вы Услышали Хорошие Вести И это Расширяет Сосуды Что Меня Делать Теперь Он говорит Позови Кого-то Которого Ты Сильно Ненавидишь И Это Сыршается Действительно Любви И ненависть Очень влияют Тоже На внешность Написано Что Раби Молдыха Из Чернобил Один Из Великих Учеников Магедис Мезрича Был Очень Очень Полный Человек Прям Толстый Жирный Но Все знали Что У него Он Еда Была Несовестивая Више Он Практически Не покушал И о нем Говорил Аль-Теребе Что он Растолстел С наслаждением Ответа Омэйни Гэшмэй Рабу Которого Он отвечал В Кадиш То есть Получается Что Человек Мог Настолько Получить Наслаждение Конечно Это было Физически Связано С того Что он Покушал Но Количество Еда Которую Он Потребил Вообще Неизмеримое Количество То есть Его Пополнение Было Жир Пополнение Было Из-за того Что он Получил Удовольство И таких Много Примеров Тальмуде Когда Одна Из Царицы Увидела Один из Мудрецов Говорила Ему Ты Такой Самодовольный У тебя Такая Самодовольная Морда Как у нас Говорят Скользкий Как будто Или Ты Сдаешь Динги Под Процент Или Ты Прокормываешь Свиней Это было Очень Прибыльных Работ В то Время Говорят Нет Это за Того Что Я Получаю Наслаждение Изучение Самой Мудрости Меня Наслаждает То есть Действительно Это меняет По сути Человек Но Первый Минимальный Который Чувствуется Это Сжим Сердца Боязнь Он Выглядит Страх Выглядит Попутно Попутно Когда Моя бабушка Закончила Местонахождение В Канцлагере Аушвиц Она провела Там Несколько Месяцев Вообще По статистике Это было Около Четырех Месяцев До Оконкания Жизни Поэтому Любой Больше Это Чудо И за Этого Короткое Время Вся Жизни Перевернулись До Сих Пор Она Была В Бенгрии И там Они Были Порабашены Их Нацисты Их Нацисты Были Очень Плохие Люди Но Это Не Была Это Не Были Немцы Это Не Была Аушвиц Их Перевели В Аушвиц Очень Быстро Погибли Очень Много И Она Большая Сестра Перевратилась Она И Сестра И Перевела Несколько Месяцев По Конца Сроком Когда Когда Их Освободились Красная Армия Пришла Освободилась То Врачи Опасались И Говорили Что Вы Ложать Не Можете Уже Почему Потому Что Всех Девушки Патриали Месячные Все И Было Чудо Большое Чудо Практически Бесплотные Не остались То есть Не так Много Близкие Женщины Рожали После Холокост Это Чудо И Мы Откуда Это Знаем Царица Эстер Есть Очень Интересная Беседа Которая Потом Комментируется В Тальмуд Говорить Что Когда Мордыхай Отдел На себе Вот Скорбительная Одежда Скорби Он начал Она Отправила Свой Слуга И Он Вернулся К ней Написано Что Она Сильно Перепугала Перепугала И Написано У Мудрецов Что Она Получила Не Своё Время Не Месячный Причём Написано Что Перепугаться Освобождает Много Чего С Перепугом Стресс Да Стресс Тальмуд Спрашивает Наоборот Когда Человек Боишься Он Замыкается Меньше Говорит Тальмуд Так Когда Получаешь Одноразовое Сейчас Стресс Стресс Какое-то Стресс Стресс Такое Сообщение Это Пропускается А Когда Это Долго Он Сжимается То есть Действительно Это Влияет На Физический Физический Человек Но Как Выглядит Боязнь В сердце Ускорение Сердцебиение И Человек Сжимается Дальше И Кроме Того Он Потом Достигает Этот Человек После Этого Того Что Он Занимается Учением Великой Всевышнему Он Достигает Мы говорили Первый Страх Во-вторых В Ава Сашем И Любви К Всевышнему Почему Любви Второй Боязнь Лихче Любви Намного Сложнее Намного Сложнее То есть Человек Может Бояться Бит Нездоров И Заниматься Допустим Своего Правильное Питание Правильное Здоровье Жизни Но Любви Это Приходится Потом Любви Такой Образ Жизни Это Потом Та же Та же Сами Когда Мы Говорим О Духовности Намного Сложнее После Того Что Я Боюсь Отрекаться От Всевышнему От Делиться От Него Уходить От Него Далеко Потом Я Начинаю Чувство Чувство Что Я Хочу Бит Рядом Я Люблю Бит Рядом Мне Хочется Быть Ближе Это Уже Другое Чувство И Влобви Есть Низ Калка Уровня П Первый Кээш Боя Блибой Кэриспэй Шал Хвэс Ли Йоис Нихсэфу Бгон Кэлс Нэвшэй Бэхэшэйко Бэхэйцээйцэл Лэдавко Бои Бээнцэйв Бэруху Бэхо Бэхо Бээнцэв Бээнцэв Бээрхо Бэхо То есть Там есть тоже уровни Есть несколько уровней Которые Возникает Из-за него Любви Сегодня у меня была Интересная беседа С человеком Мы переписывали Ну Мы иногда Говорим о Какие-то Интересные мысли И он говорит Меня Что Человек Себе Не любит Если бы Человек Любил Себе Не Не каждый Человек Себе Любит Если бы Человек Любил Себе У нас Не было Так много Проблем С психологами То есть Человек Не самый Уверен В себе Человек Не уверен Что он Может Достичь Если человек Любил Себе Он бы Все Мог Не надо Было Позваться Из-за Недостатка Уверенности В себе Не надо Было Идти К Психологам Психотерапевт Я говорил Что вы Просто разделили Разных Понятий Есть Любви Которой Мудрецов Называет Это Любви Которую Мы Добавляем К нашей Жизни Это Не Я Я Еще Хочу Например Мы Говорим Что Вот Выражение Мудрецов Какая Любви Неистинная Такая Которая Имеет К этому Причину Почему Я люблю Моего Друга В чем Это Приятно Почему Я люблю Вот Этот Человек В чем Это Приятно Почему Мы Называем Этого Ошибка Любви Везде Любви Любви Что Это Любви Мы Называем Этого Ошибка Любви Потому Что Это Парив Прямо Эмоциональный Такой Парив Прямо Прелезывает Из Всяких Сторон У нас В жизни Какое-то Чувство На самом Дело Есть Любви Которая Не зависит От причины Например Любви Между Отецем Своего Сына Там Могут Быть И ссоры И Постоянные Несогласия Там Можно И не Говорить Годы Не Им И Какого Отношения К этому Есть Очень Прямо Натуральный Генетичный Причина Я люблю Моего Сына Та же Самая И еще Больше Любить Себя Я люблю Себя Где-то Видно Да Везде Первое Что я Думаю Это Как Себе Делать Делать Хорошо Во Во Все Причина Неуверенности В себе Это Тоже Любить Себя Я Люблю Себя Боюсь Что Меня Будут Позорить Поэтому Я Не хочу Не хочу Ложать Себе То есть Это Это Уже Вопрос Это Это Дополнительный Фактор Так же Самый Когда Мы Начинаем Когда Начинает Вот Это Великий Человек Чувство Любви То есть Тяга Ко Всевышнему Не что За Несколько Ховорей Первое Это Добавиться На Него Он Хочет Быть Рядом С Богом Почему Потому Что Это Истина Потому Что Это Луч Потому Что Это Хорошо То Он Всевышний Он Хочет Быть Рядом А Потом Он Понимает Еще Више Что Всевышний Это Его Жизнь То есть Он Всевышний Это Не Раздельные Више Это Одно И Того Или В таком Уровень Как Очень Великих Праведник Который Даже Это Не Я Я Я Хочу Быть Рядом Как Мы Читали Недавно У Алтаребе Алтаребе Говорит Я Не Хочу Не Твой Рай Я Не Хочу Твой Мир Ацелут Я Не Хочу Твой Еще Више Какие-то Атрибуты Я Хочу Тебя Вот Это Очень 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 Великое Достижение И Об этом Он Тут Называет Это Три Слова Бехол Лев Ванефе Шуме Ойд Это Три Уровня Сейчас Не Будем Вникать В Каждый Из Них Что Да Он Продолжает Дальше Ше Той Хой Ротсов Аго И Что Это Как Выражается Первый Уровень В Любви Что Его Серце Прямо Как будто Би Ротсов Слово Ротсов Это Слово Постоянный Это Слово Ритсов Ритсов Это Как Положить Пол Везде Есть Пол Есть Везде Пол Не Наполняет Весь Комната Но Его Есть Везде То Есть Этого Любви Вникает Во всем Которое Есть В Этот Человек Но Не Наполняется Его А Потом Есть Еще Уровень Молы Этого Любви Наполняет Весь Его Сердце И Еще Вишей Гадуш Гадуш Это Как Наши Бакал Накидуш Объясню Потом Почему Я Останавливаю На этих Слобах Сейчас Я Объясню Гадуш Это Как Мы Наполняем Наши Бакал В Кидуш Так Чуть Чуть Вишей Когда Мы Поднимаем Ее Он Проливается По сторонам Переполняется Никогда Так Не Нагивая А Чет Испаш До Того Что Он Что Этого Любви Будет Распространять Гам Лехолол Хасмоли Тажей На Левое Полис Сердца Это Уже Причина Почему Я Так Много Говорил Для Того Что Божественная Душа Будет Занимать Следующая Позиция Первая Позиция Это Разум Почему Разум Это Проший Потому Что Это Ее Место Думать Понимать Это Божественная Душа Поэтому Там Это Первая Позиция Вторая Позиция Это Убедиться Это Убедить Разум И Мозгу Что Он Прав Поэтому Надо Этому Или Бояться Или Любить Но Любить Настолько Что Это Будет Перекрывать Любви Другой Фронт То есть Левая Сторона То Животная Душа Ну Это Уже Серьезная Дело Это Очень Серьезная То То есть Любви Ко Всебущему Настолько Високия Что Животная Душа Перестает Быть Функциональная Она Перестает Хотеть Иначе Это Не понятно То То есть Что Перепонять Любви Во Правой Стороне То есть Божественная Душа Настолько Что Он Переливал На Левой Как Это Понять Понять В том Что Она Перестает Хотеть Она Уже Типа Сдала Свою Силу Желание Она Дала Эта Позиция Уже Божественная Душа Дальше Не Встречали Еще Мы Дойдем Мы Дойдем Да И Что Тогда Присходит А Чет Спешет Гам Лехол Смоли Когда Она Перехходит Уже На Левая Сторон Ле Скаф Ситрэ Ахра Латаво Што Йо Пириламат Каво Пириламат Животная Душа Ситрэ Другой Сторон А Что Именно Пириламат Йесо Идам Маим Хороим Шеба Вот Ми Говорили Уже Пьер Виглаве Штов Животная Душа Отвечает Составляющая Отвечающаяся На Жажду На Желание От Вот Ее Состав Состав От воды То есть Через Этого Любви Который Распространяется На Левый Аполос Он Забирает В плену Он Переломает Вот Этого Водяное Устоество Что Это Значит Который Является Вот Из Клипат Много Вот Этого Жажду Желания А Что Как Он Делает Это Он Ее Трансформировать Переворачивает Из Мировые Земляные Физических Желания Куда Ла Абасашин Теперь Животная Душа Хочет Тоже Всевышнего Как Мы Читаем В Читении Шма Каждое Утром Что Мы Должны Любить Всевышний Во Все Наше Серце Что Это Значит Все Бешне Ец Рэхо Из Оба Старанья Из Живот Наедуша И Бажест В Наедуша В Айну Шея Леви Йобе В Егия Лем Адрегас А Абурабо Он Как Это Может Бит Как Такого Может Дастич Он Когда Он Поднимается Такого Уровин Любви Катого Назава Большая Любви Абурабо В Хибо יותרом Мимадрегас Аву Азо Он Поднимает Из Сильная Любви Кириш Пеешь В И Абурабо Косов Абурабо Это Называется В Приложении В Шир Шир Есть Такой Писан Писни Абурабо Бит Абурабо Абурабо Которая Наполняется От Наслаждения Лис Анне Галава Эйл Абурабо Это Это Достижение Достижение Как будто Это Человек Который Достиг Этого Уровня Который Чуть Чуть Поговорим О нем Он Как будто Беживет В Эра Машиаха То есть Мы говорим О очень Весокое Достижение Мы говорим Еще раз Мы говорим О разных Фронтах Которые Бывают В борьбу Между Божественная Душа И Животная Душа И В Эту Борьбу Мы Находим Уже Во Фронтах Которые Достигают Очень Великих Праведников Которые Живут Жизны Как будто Вимашех Пришел Примерки Этому Ребе Об этом Говорил Несколько Раз В Фарбрэнгах Эва Фарбрэнген Что Реб Менах Мендел Из Витебск Один Из Великих Учеников Магедизмезрича В каком-то Этапе Был Даже Учитель Аль-Теребе Очень Очень Короткое Промежуточное Время И он Иммигрировал В Израиль И умер Его Гроб Находится В Твере И Однажды Пошла Шумиха В город Что Вообще Пришел И Дочь Камена Хамена Лиз Витебск Постучила В дверь И Говорила Ему Папа Говорят Что Вообще Пришел Ребе Рассказывает Что Он Открывал Окно Положил Голову В той Стороне У лица Понюхал Закрив Машех Не пришел И Ребе Объясняет Что У него В своем Состоянии Он Жил В Машех Для Того Что Понять Пришел Машех Ему Нужно Было Открыть И Смотреть Вне Его То Это Такие Люди Да Не касается Это Не касается Это Не касается Ну После Бену Не Справедник Да Мы Будем 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 Знакомиться Справедник Через Голове Потерпите Чуть Потерпите Чуть У нас В 10 Голове Будет Тема Праведник Потерпите Чуть Да То То есть Почему Можно Вообще Менять Животная Душа Почему Ее Можно Менять Мы Говорили Что По сути Что Такое Животная Душа Животная Душа Это Клепат Много И У нее Есть Первый Это Свой Я Это Свой Я Что Хочет Хочет Быть Существовать Как Можно Это Менять Как Как Понять Это Менять Вот Об этом Отвечает Сейчас Ребе Вот Именно Так Животная Душа Должна Понять Что И Ей Хорошо Быть Рядом Со Всевышним И Тогда Что Снимается Переломается Просто Исчезает От нее Вот Этого Грубость Который Который Решила Что Кушат Это Кушат Это И И Спат Это И Меняется К тому Что Бежит Совершеннему Это Ее То есть Поменяли Понятие У нее Перевернули В том План Что Ее Тепир Желания Становилась Желания Бежест Бене Душа Тоев Гому Кмо Ецер Тоев Мамеш Что Что Зла То есть Злой Потреблении Который Есть Животная Душа Переворачивает Становится Абсолютное Добро Так же Как Ецер Тов Ецер Тов Это Той Что Такое Ецер Тов Ецер Тов Ецер Что Такой Ецер То Ецер То есть Во Божественная Душа Есть Часть Который Называется Ецер Тов Ецер То есть Это Эмоциональная Часть Которая Хочет Добро Та же Самая У животная Душа Есть Ецер То есть Цура Обложка Обложка Такая Которая Хочет Зла И Благодаря Того Что Убедили Животная Душа Что Хотеть Надо Бога То Ецер Обложка Которая Хочет Наслаждение Мира Поменялась И Тепир Эно Хочет Собер Шен Другой Тепир Тепир Деяния Все Ведер Речей Которые Есть В Наши Уст В Махшово И Мисли Которые У нас Есть Шбам Моях Которые Есть В Наши Мозгу И Наши Разум И Махшово Махшово В Наши 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 Они будут Наполны Божественные Душа Тойс Честные Тела Он Будет Только Выполнение Заповед Шеху Вот Это Два Действия Это Третье Деяние Наши 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 Ах Что Тогда Животная Душа Что Она Хочет Ми Учили До Сих Позиций Фронт Которые Есть У Божественные Душа А Где Фронт Который Находится У Животная Душа Она Тоже Хочет Занимать Своих Позиций Ах Наши 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 Махшово Рец Она Все Что Мы Говорили Божественная Душа Она Хочет Обратно То Как Это Обратно Первое Все Обратно Действовать Для того Что Жить Мислять Как Жить Говорить О Жизне Чувства Только Свое По Жизне Мисли Только О Свое Любить Только Физически И Бояться Потребят Ее Все Обратно Все Обратно Только Тут Нам Говорят Очень Интересный Секрет Почему Совершенно Это Дело Последняя Последняя Строка Нашей Главе Посмотрите Пожалуйста Она Хочет Все Точно Обратно Почему Летой Ва Са Одом Ради Человек Как Ради Человек Шизгабе Олехо Вин Ацхено Латаво Что Ио Пабеш Дац Как Зоав Все Книги Зоав В Кабале Цитировать Очень Интересный Притч По Логкомысленной Женщине Что это за Притча Притча Такая Что Цар Решил Понять Насколько Прочный Прочное Правильное Воспитание Своего Сыну Который Он Подготавливает На Наследство Царство И он За этого Позвал Логкомысленная Женщина Собладение Очень Сильной Уменью И говорили Иди Соблазняй Сыну И Что тут Происходит Говорит Книги Зоав Вот этого Избранная Женщина Этого Делать Она 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 Что Она Она Не Понимает Что 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 От Нее Надо Понятно Что Ее От Нее Надо Соблазнить Сын А Она Понимает Зачем Это Надо Понимает Ее Позвал Сам Корон То есть Она Понимает Что Лучше Что Сын Это Не Захочет Но Она Предана Королю И Она Будет Усердно Соблазнить Ребенок И Тем Не Менее Постоянно Надеется Что Надкажется Также Также Клепот Клепот Особенно Такие Клепот Клепот Много Они Понимают Зачем Они Создали Они Действительно Как Логкомысленные Логкое Поведение Женщины Она Осталась Такой же Логкомысленной Она Не стала Благородная Женщина И поэтому Ее Выбрали Нет Она Логкомысленная Это Клепот Это Грязь Правда Но Они Знают Истину Откуда Они Знают Истину Они Преданы Королу Они Преданы Богом Они Не Нарушают Закон Всевышнего Они Такие Как Их Сотворили Но Они Не Хотят Видеть Что Мы Еще Падаем Вниз Поэтому Зачем Они Отправляют Нам Такая Животная Душа Такого Сорта Потому Что Им Нужно Ради Всевышнему Делать Все Что Мы Будем Получать Из Питания Но Какая У них Надежда Не Расчаровать Всевышнего Это Не Означает Что Они Хорошие Это Клепот Это Плохое Устройство Но Какая У них Желание Не Расчаровать Всевышнего Зачем Нам Это Рассказать Ребе Дает Нам Поблашку Ребята Если Если Не Истинно Что Вы Плох То Эта Животная Душа Не Истинно Плохая А Божественная Душа Истинная Божественная То У вас Есть Огромное Преимущество Когда Есть Действительно Во фронт Двухсторонная Стрича Кто Побеждает Кто Считает Что Он Прав А Если Оба Сторона Считают Что Они Правы Это Гигантская Война Это Ужасная Война Она Бесконечная Когда Мы Видим Что Кто Проиграет Часто Это Бывает Потому Что Солдаты Не Почувствовали Причину Войны А Когда Оба Стороны Чувствуют Причину Война Это Гигантская Война Не Бесконечная Поэтому Самые Ужасные Войны Это Это Война На Принцип На Убеждение Это Очень Опасная Война Не Не Без Причины А С Причиной Поэтому Когда Мы Имеем Божественная Душа И Имеем Животная Душа Мы знаем Что У нас Больше Сила Божественная Душа Потому Что Она Истинно Божественная А Животная Это Фальшивка Поэтому Говорят Мудрецов Поэтому Говорят Мудрецов Что Когда Придет Машия Грешные Будут Плакать И Праведники Будут Плакать Почему Праведники Будут Плакать Потому Что Они Им Покажутся Их Победа Над Животная Душа Как Пройден Гора Високая Високая Гора Которая Они Могли Ее Переудалить И Они С радостью Будут Плакать А Грешникам Нам Покажут Животная Душа Поистине Вид Маленький Всего Пришагнут На нее Тебе Не Было Сложно Только Захотели Захотели Перешагнули